Тебе наш Небесный Отец, Баши Мишуа, Амэн. Сергей, выключи себя, пожалуйста. Я сегодня буду тоже говорить тему, ни разу о ней не говорил, о благодати. Вроде бы понятно, кажется, да, но с другой стороны, вот тут интересные будут переводы. И мы живем в каком месяце? Месяце Элюль. Сейчас месяц Элюль, вот у нас календарик мы тут повесили. Этот месяц, я в прошлый раз говорил об этом месяце, это месяц, когда в Израиле весь народ, он каялся, да. То есть перед праздниками, двумя праздниками, День Суда, Рошашаной праздником Труппы, праздником Йом-Кипур, День Суда. То есть это дни трепета, в которые Бог, как считается по преданию, выносит приговоры на следующий год. Вот, и поэтому в этом месяце считается, нужно как можно усиленно смотреть на свою душу и искать, как ты живешь, да, смотреть на это и просить прощения. Если с кем-то, кого-то обидели вы, то у них просить прощения. Если вас обидели, вы должны простить. Есть такая притча, тоже, Рабиш Нейрзан, он изляд, как Сергей любит говорить, да, привел эту притчу, чтобы привести, открой, пожалуйста, там, этот праздник, пример об этом празднике. И эта притча называется «О царе в поле». Король в поле или царь в поле. Перед тем, как воцариться в городе, царь выходит в поле. Такой обучий был. Ну, это притча, да. И вот прежде, чем воцариться, он выходил в поле, и любой гражданин, абсолютно любой, у него была возможность подойти к царю лично. Вот, царь встречал всех с улыбкой и приятным выражением лица, и можно было с ним пообщаться, с царем. Вот, такой был обучий. Но это было определенное время, да, какое-то время, и потом этот царь, он, когда уже воцарился в своей столице, то к нему уже не мог каждый прийти, да. К нему могли прийти только пройдя определенный церемониал, протокол и так далее. И не факт, что царь, он будет встречать всех с улыбкой уже, да. Вот, и вот он говорит, что это вот как бы царь в поле, это месяц илюль, когда можно прийти к Богу и ходатайствовать, спросить прощения, приводить свою жизнь в порядок. А вот когда царь уже воцарился в замке, в своем, да, это Роша Шана и Йом Кипур. И вот, как бы он говорит, что главное, вот в этот момент это подойти. Но, подводя итог, грабы говорят, что в большинстве своем люди современные, они где живут? В городе. И вот до поля они не доходят, чтобы выйти в чистое поле. И есть современный перевод этой прищи, открой там ролик, есть, на английском языке. Здесь же там, в папочке, на английском языке я скидывал, есть там? Сейчас я расскажу про современные... Выведи его, я потом включу. Ну, плохо видно, январским утром 2007 года один из лучших в мире скрипачей-виртуозов Джошуа Белл В течение 45 минут играл на одной из самых дорогих скрипок в мире, 3,5 миллиона. И он играл 6 произведений, они считаются самыми мелодичными и классическими в музыке. Помещение, где он играл, было очень с хорошей акустикой, но... Одет он был, кстати, просто, джинсы, бейсболка, водолазка, да. Но он играл в метро. Вот, откройте чуть-чуть ролик. Он играл вот эти произведения. Вот он там, в уголочке столик. То есть, чтобы вы понимали, на концерты, на его, нету билетов. Билеты стоят не 100 долларов, а дороже. Люди, чтобы попасть, стоят в очередях. А он играет бесплатно. То есть, на вот эти номера, которые он играет, вот есть концерты, да, большие деньги. Но тут была статистика. За 40 минут, за 45 минут мимо него прошло больше тысячи человек. Подавляющее большинство из них были интеллигентными, образованными людьми. Лишь семеро становились слушать его музыку, и лишь один узнал скрипача. Лишь один. Вот. То есть, это вот эта притча «Царь в поле». Скрипач. Становская скрипка, она за 3,5 миллиона долларов. Играет в метро произведение. И это считается самое сложное произведение. То есть, вот такая вот, смотрите, то есть, и... Так многие люди постоянно спешат. И вот выйти в поле к царю, или остановиться, послушать музыку, виртуоза, на которого концерт, да, так и не останавливаться. И так иногда и люди, да. То есть, на Рошашана все сидят в синагоге или в общине. Молитвы длинные, красивые, все одеты. Шафар, праздник и так далее. А в Илюле мы все спешим на работу, заняты будничными делами. И не замечаем, что царь, он тут, прямо в метро стоит. Стань рядом с ним, послушай его музыку, да, небесную. Можешь даже поговорить, похвалить, взять автограф или даже контрмарку. Главное, не пройти мимо. Вот такая вот история, вот такая, на современный лад, да. И очень часто, знаете, основные события, мы люди действительно бегут-бегут, суета-работа-суета, работа-дом-работа-дом. И вот какие-то вещи ты просто не забываешь. И Иеремия, интересно, тоже пишет, что помните, он говорит, остановитесь. И познайте Бога. И для того, чтобы познать Его, так, куда-то, когда мы бегим, да, мы не познаем. Нужно либо выйти в поле, либо остановиться и послушать звук небесного шафара, да, что нам Бог говорит. И на самом деле Бог нам дает силы и дает свою милость, дает свою благодать, да, чтобы мы могли исполнить Его заповеди, чтобы мы могли жить, не грешить. И вот еврейское слово «благодать» это «хен». Откруто. И оно переводится не как «благодать», на самом деле. А оно переводится как «очарование», «шар», «миловидность», «милость», «элегантность», «приятность». А в греческом это слово «харис», тоже, которое вот в нашем Новый Завет на греческом написано. И «харис» тоже переводится вот таким значением как «прелесть», «изящество», «красота», «привлекательность». Я хочу там еще одному раввину мессианскому задать по поводу все-таки этого перевода, не успел как-то и не до того. Но я спрашивал, там я есть в одной еврейто-говорящей группе, и у человека русскоязычного, который живет в Израиле, не знаю даже лицо, кто там, вот, ну, по никнейму. И вот он мне писал, что, если, помните, Ной обрел благодать перед Богом. Так вот, дословно перевод значения Ной понравился Богу. Вот, у нас благодать, а там Ной понравился Богу. То есть Ной понравился Богу, а у нас переведено «обрел благодать». И также вот этот корень «хен», он присутствует в слове «ханун», а «ханун» переводится как «милосердие». И вы видите, еще есть «спасибо». Обычно мы говорим это «тудараба», да? А есть еще и вот выражение, как мне сказали «хен-хен», это означает «спасибо», оказывается, да? Благодать, благодать, спасибо, или очарование шарф, спасибо. И слово «ханан» от этого тоже корня, от очарования, от милосердия, от слова «ханан» произошло популярное еврейское имя, которое называется «ханна». У нас это «анна», да? Вот тоже это корень этого слова. Откроем местописание, которое связывает с благодатью. «Слово стало человеком», это Иоанн пишет, «и жило с нами, мы видели его шехину, славу, славу единственного сына, отца, полного благодати и истины». Написано, что Ешова, Бога никто никогда не видел, Ешова сам описан, в Писании никак не описан. Ну, там написано, что он был еврей лет 30, помните, когда идет описание, никто не знает, как он выглядел. Ну, многие православные с католиками пытаются рисовать, но это не он, я так понимаю. Ну, а смотрите, вот если переводить в полного благодати, то, наверное, не только, как мы понимаем, что благодать – это благой дар. Я так тоже думаю, все-таки это и есть значение. Но он также был полон изящества, шарма и красоты. Я так понимаю, все-таки небесной красоты. Потому что есть в Писании, когда Ешова говорит, что «я был раньше в Раме», они говорят, тебе нет еще и 50. То есть предполагается, что в 30 лет он все-таки выглядел старше, чем он есть. Ну, мы видим, да, что Ешова, он был полный благодати и истины. Еще одно. И вот я так понимаю, что Ешова, он еще сравнивается со Словом Божиим. И вот Слово Божие, оно вот привлекательно имеет шарм, красоту. Вот многие просто не видят эту красоту в Слове, потому что не читают. Вот. И второе местописание. Да присутствует благодать и шалом во всей полноте среди вас, по мере того, как вы все глубже и глубже познаете Бога, Ешова, нашего Господа. Если брать за пример вот этот перевод, красота, приятность, шарм, да, то я так понимаю, когда мы познаем Бога, мы познаем не только Его величие и могущество, но Его очарование, Его шарм, Его миловидность и Божью красоту. И существует, ну, опять-таки, подразделение благодати. Вот. Я нашел четыре, может их больше, но мы четыре рассмотрим. Итак, первое это благодать спасительная. Местописание. Однако Бог настолько богат милостью и любит нас такой безграничной любовью, что хотя мы и были мертвы за свое непослушание, Он оживил нас вместе с Мессией. Именно благодатью вы были спасены. То есть Бог воскресил нас вместе с Мессией, Ешуа, и посадил на небесах вместе с Ним, чтобы показать в грядущих веках, как безгранична, обильна Его благодать, как велика Его доброта к нам, находящимся в союзе с Мессией, Ешуа. Ибо вы были избавлены по благоволению, доверившись Богу, но это не ваша заслуга, а Божий дар. И тут из контекста мы понимаем, что благодать, это не просто красота и миловидность, это Его дар. Это Его дар. Написано, что Бог настолько нас сильно любит, да, и такой любовью, что Он отдал своего Сына, вместе с Ним оживил, когда мы поверили в Его Сына, да, и от благодати мы были спасены. Никто не может спастись собственными заслугами. Ни одни добрые дела не могут открыть ворота к Господу Богу, да, это только Его благой дар. И мы спасены не на основании своих дел, и написано, что нечем нам хвалиться. Тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом, что знает и разумеет Его. Но, вы знаете, я вот забыл найти, есть понятие, что благодать там в Писании бывает тщетна. А как оно может быть тщетна? Да, я вот я думаю, если ты не ценишь. Написано, что если, когда верующий человек в Петра окажется, что если он, познав Бога и прожив, вкусив Его благой дар, начинает снова грешить, то это как собака, которая возвращается на свою блевотину, да. Вот такое. И еще, понимая, благодать спасительная, когда человек принимает Бога, Бог ему дает не просто свободу, а очень, да, силу не грешить. Я вспоминаю, когда мы покаялись, мы полгода курили, да, и где-то еще месяц выпивали, да. Но потом, то есть как-то Бог самим убрал алкоголь от нас, но курить мы боролись. Со светом мы брали посты, мы там покупали, могли одну сигарету в день выкурить. Ну, то есть это было, как это, усилие. И вот я смотрю, то есть на что-то Бог по щелчку пальцев от чего-то освобождает, а к чему-то мы должны приложить усилие. Но если человек уже получил эту свободу, и потом он падает, то я так понимаю, вот благодати вот этой нету, чтобы снова, знаете, подняться. То есть она есть, но это уже не та благодать. Благодать, то есть человеку, то есть если он потом опять начинает принимать, ну, если не попивший, начинает снова принимать алкоголь, то я думаю, выйти вот с этого состояния, с этой зависимости будет намного больше, чем когда Бог дал тебе благодать. Да, сразу, я вспоминаю, как люди многие, они даже, ну, же ж верующие давно, они вот входили в эту благодать, и там и курить бросали, и пить, то есть, ну, раз, и все. Я даже вспоминаю Олег, который к нам приходит, он говорит, Леша, я к вам ходил полгода первое, вообще пить не хотел. Ну, так помню, он лет восемь назад к нам пришел. А потом вот он периодически подчехлялся, да. И вот он говорит, как-то тяжело снова, ну, не пить. Ну, как-то отказаться от этого. И я понимаю, что когда ты принял эту благодать, вот Бог, знаете, это легко. Но если ты начинаешь заигрывать с Богом, если не с Богом, с грехом, да, то потом, кстати, очень тяжело опять войти вот в эту свободу. Нужно приложить очень большие усилия. Вот. Но первично, да, то есть, Бог все воскресил, посадил, избавлен и по благоволению доверившись Богу. Но опять-таки, это не наша заслуга. Это не моя заслуга, что я не пью и не курю. Понятно, что я стремлюсь, стараюсь, мы там дальше будем говорить, чтобы не допустить этого, но это Божий дар. И когда я людям свидетельствую говорю, что я не пью, но я был зависим, они говорят, у тебя просто сильная сила воли. Я говорю, послушайте, у меня нет силы воли вот в такой. Но люди не верят, они все равно говорят, это сила воли. Вот ты такой сильный, ты собрался, и у тебя получилось. И когда ты начинаешь им пытаться сказать, что это Божья благодать, ну тяжело как-то и воспринимается. Но это действительно благодать спасительна. Вторая, вторая это благодать помогающая. «Потому, имея великого Коген Годоля, первосвященника, перешедшего в высшие небеса, Ишуа, Божьего Сына, давайте твердо держаться признанной нами истиной. Ибо у нас не такой Коген Годоль, первосвященник, который не способен сопереживать нам в наших слабостях, поскольку, как и мы, он подвергался всевозможным искушениям с единственной разницей. Он не грешил. Поэтому давайте уверенно приближаться к престолу Бога, откуда он дает свою благодать, чтобы получить милость и обрести благодать в период нужды». То есть у нас первосвященник, Коген Годоль, это первосвященник. И в Израиле был первосвященник, который, когда будет скоро Йом-Кипур, один раз в год первосвященник входил в святой святых. Мы знаем, что он там привязывал колокольчик, его ногой за веревку, к ноге веревку привязывали, потому что если он не покаялся и полностью не раскаялся, то он мог умереть в присутствии Бога. Его вытягивали за эту веревочку. И написано, что первосвященник, прежде чем войти, он приносил грехи за себя, за свою семью, за всего Израиля. И потом только один раз в год он мог войти в святой святых. Приносил жертву за грех. Да, приносил жертву за грех. Но Писание говорит, что сейчас у нас есть Ишуа, который первосвященник, которому не нужно приносить жертву за грех, потому что он безгрешен. И написано, что он такой же, как и мы, будучи человеком, он был искушаем во всем, кроме греха. Да, он не грешил. И поэтому мы можем, благодать помогающая, мы можем к нему обращаться. Мы можем к нему обращаться. Я расскажу пример. На этой неделе мне присылают видео. И спрашивают, что это. И на видео, как это, занавеска, да, такая вот, сетчатая. И на ней, говорит, крестик такой. И он говорит, мы не можем понять, от чего. То есть на занавеске, ну, они не курят эти люди. То есть он вверху, непонятно, от чего образовался. Я спрашиваю, ну, и он говорит, что это за знак? Ну, я говорю, ну, не знаю, ну, наверное, покаяться надо за что-то, если кресты появляются на тюрьме. Но, и дальше этот человек объясняет, он говорит, мама, у мамы, у мамы сестра, у сестры сын. И там проблема какая-то с сыном серьезная. И попросили, мама читает молитву, попросили у мамы помолиться. Но мама помолила своей покойной маме. И после вот этого, на следующее утро, вот этот значок появился. Я говорю, знаете, в Писании надо обращаться к Богу. И я привел один, я говорю, ну, я, насколько помню, один-единственный раз, когда в Писании человек обратился к мертвецу. Знаете этот пример? Саул. Когда Бог его отринул, он молился Богу, и уже благодать, кстати, от Саула ушла. И он приходит к волшебнице. Там одна единственная в Израиле, и он у нее просит, чтобы она поворожила Самуила с мертвых, вызвала. И она вызывает этого пророка Шмуэля покойного. И он, что он говорит ему? Ты умрешь. За это ты умрешь. Нет, вообще, ты умрешь. То есть, и поэтому в Писании очень много написано, что не обращайтесь к чревовещателям, к ворожеям, к колдунам. Обращайтесь к Богу и только к Нему. И вот, к сожалению, у нас масса людей, они молятся к каким-то мертвым святым. И я поэтому говорю, что вот этот крестик, который надо каяться и тебе, и, наверное, маме, за то, что вы не в ту степь лезете. То есть, мертвая, нигде не написано молиться мертвецам. Везде написано молиться Богу. И вот благодать помогающая, Бог дает милость, когда мы обращаемся к Нему. И, видите, я слушаю, пророчество, да. Второе место Писания, Коринфянам, а, ладно, там нету. Третья благодать силы. То есть, есть еще Божий дар, это когда Он дает нам силу. Однако, по благоволению, ну, тут несколько переводов, в Синодальном, по благодати, еврейский Новый Завет Штернам переводит как, благоволению Богу, по Больше благодати я тот, кто я есть. И Его благоволение, благодать ко мне не было напрасным. Напротив, я трудился больше, нежели все они, впрочем, не я, а Больше благоволение ко мне. То есть, Бог дает нам благодать, Он дает нам какие-то дары, тоже дальше будет. И Он говорит, вот эта благодать, она не была напрасным. То есть, бывает, она напрасна. Человек покаялся и ушел куда-то. То есть, он побыл какое-то время верующим, потом его что-то, какие-то обстоятельства сломали, и вот у него была, бывает, благодать напрасная. А Шауль говорит, что вот Больше благодать во мне не было напрасной, потому что я использовал, для чего он использовал? Чтобы распространить радостную весть, чтобы создавать общину, чтобы люди познавали Бога. И я думаю, самое главное, что мы должны делать, когда Бог нам изливает благодать, когда мы поверили, это принести Бога, ну, хотя бы нашим близким, да, людей, которые нас окружают, рассказать им о Боге. Вторая благодать силы, тот же Шауль пишет, «Трижды я уволял Господа, избавивись меня от этого. Но Господь сказал мне, моей благодати достаточно для тебя, поскольку моя сила достигает совершенства в слабости. По этой причине я охотно хвалюсь своей слабостью, чтобы сила Мессии пребывала на мне. Да, я с радостью мирюсь со слабостями, оскорблениями, трудностями, гонениями и проблемами ради Мессии, поскольку, если он только тогда, когда слаб, никто не знает, какая у него была проблема. Написано, что было какое-то жало в оплоти. То есть было что-то, что доставляло ему боль. И он три раза просил у Бога, чтобы вот эту боль, которая жало в оплоти, какая-то, может, болезнь, еще что-то Бог убрал. И смотрите, Бог говорит, я не буду этого делать, да, моей благодати достаточно. Представляете, у человека была немощь. Кто-то говорит, он слабо видел, хотя исцелял других. Там в деяниях вообще написано, что, я вот обратил внимание, когда он жил в Эфисе, и там он два года жил, организовал общину, написано, вся эта провинция услышала о Боге, о Ишуа. И написано, что он эти обкладки, платки давал людям, привозили, и даже бесы выходили, и исцеление. Платочек, представляете, насколько было. Сейчас на этом спекулируют, сейчас узнаем. Платочечки продают. Якобы у них есть божественная сила. Но ничего не происходит. Ну, у Шаоли это было. Но это был человек действительно святой. И смотрите, да, он имел какую-то немощь. Но он, Бог говорит, что наоборот, чем ты слабее, тем моя сила в тебе действует. Как это, вот эту фамилию, не помнишь, Сергей? Без рук, без ног свидетельство есть. А, Никвучич. Никвучич, да. Ну, вы знаете, мы уже смотрели, его президенты стран знают. У него нет ни рук, ни ног, он такой родился. И он с детства поверил Богу. Смотрели, может быть, свидетельство. Он приезжал как-то в Москву, собирал аншлаги, там, целый стадион. И у него семья, два высших образования, бизнес, вот, дети. Ни рук, ни ног нету. Ну, смотрите, и Бог ему так и не дал. Не выросли у него ни руки, ни ноги. Но он служит Богу. И казалось бы, да, кто-кто, но такой человек уже мог бы плакать, сетовать на свою жизнь, что вот он родился без рук, без ног. А он, наоборот, мало того, что он как-то состоялся в жизни, еще и зарабатывает, да. Но он еще и других вдохновляет. Я много раз смотрел его эти выступления. Вот. Вот у него там один пальчик, да, вроде бы, или два пальчика на ноге там. Да, такие. Такие, да. И представляете, он служит Богу. И вот такой хороший тоже пример. Бог говорит, тут моей благодати для тебя достаточно. Казалось бы, ты ничего не можешь, даже одеться не можешь. А Бог говорит, достаточно. И вот он реально, да, вот так служит. И поэтому, когда люди говорят, там, ой, у меня там что-то такое, чего-то там не хватает или еще что-то, надо смотреть на примеры людей и понимать, что Божьей благодати достаточно. И смотрите, моя сила достигает совершенства, когда мы слабы. То есть, когда мы говорим действительно, что мы ничего не можем, и мы даем уже Богу действовать, Его силе. Но чаще всего, получается, наоборот, мы говорим, я сам, я сама, и так далее, и тому подобное. Еще два местописания. Что же, Сын мой, укрепляйся благодатью, приходящей от Мессии Ишуа? Благодать приходит от Машеха, да, когда мы его познаем, и мы должны этой благодатью укрепляться, да, нашим доверием, нашей верностью. И, как я понимаю, слово. И последнее тут. При этом каждому из нас была безвозмездно дана благодать, соразмерно с щедростью Мессии. Каждому из нас дана благодать, и в придачу Бог дал какой-то дар человеку. Любой человек, у него есть дар. И вот этим даром он может служить. Нету людей, которых нету никаких даров. Даже когда человек рождается, помните песню, папа может все, что угодно, плавать с брасом, дрова рубить и так далее. И я смотрю, многие люди такие, ну, ты иногда смотришь ролики, что имеют люди, и диву даешься, да, очень много они умеют. Но есть еще духовные дары, которым дает Бог. Я знаю, что люди, которые, помню пример, человек, который никогда не пел, но когда поверил Богу, у него там оперный голос проявился, он запел. То есть он петь сначала. Кто-то может молиться круто, кто-то еще что-то. То есть каждому из нас безвозмездно. То есть Бог дает какой-то дар. Что мы с ним сделаем и как мы его используем? Вот однажды у нас Бог спросит. И последняя благодать, благодать научающим. Конечно, хотелось бы вот такое здание иметь. Внутри, чтобы было вима, здание синагоги. Отстроить где-нибудь в Гомеле нам такую с Божьей благодатью и помощью. Асинами молитвами. Асинами молитвами, да, Асин? Благодать научающая. Ведь Божья благодать, приносящая спасение, была явлена всем людям. Она велитам отвергнет нечестие, мирские удовольствия и проявляя воздерживость вести честную, благочестивую жизнь сейчас, в этом веке. И благодать, которая приносит спасение, то есть через Слово, через Ешуа, она дана явленно всем людям. Явленно всем людям. Любой человек может выйти в поле и принять эту благодать. И поэтому, когда люди говорят, или когда человек предстает пред судом Божьего, говорит, что Бог, я не слышал о Тебе, Бог говорит, это неправда. Мягко говоря, да, это обман. Она явлена всем людям. Любой человек, наверное, Писание, Библия издана, я не знаю, на скольких языках мира. Любой человек может прийти к Богу, у него есть эта возможность. Хоть раз в жизни он когда-то слышал, ему кто-то говорил и так далее и тому подобное. Она явлена всем людям. Но для того, чтобы принять эту благодать, нужно сделать шаг вперед, навстречу. И смотрите, когда человек принимает эту благодать, она велит нам, что сделать, отвергнуть нечестие, мирские удовольствия. Опять-таки, это не значит, что нельзя, как многие говорят, смотреть фильмы, музыку слушать, какие-то игры играть, сходить в парк на развлечения и так далее. Но мирские удовольствия, я понимаю, чуть-чуть другие вещи, которые несут грехи, греховные какие-то вещи. И вот эти удовольствия нужно отвергать. Проявляя воздержанность, то есть у нас должна быть воздержанность, а не так, что все, что я хочу. Интересно, Сергей сказал сегодня про гедонисты. Вот мне кажется, у нас общество гедонистов во всем мире практически. Ну, что хочу, то и делаю. Что хочу, как хочу, так и живу. Вот это общество. И да, Бог велит нам вот от этого отвергаться. Вести честную, благочестивую жизнь сейчас, сейчас, в этом веке. Многие почему-то надеются на будущий век, да? Я потом там покаюсь, или там я уже, за меня отмолят. Это не работает. Нужно это делать сейчас. И помните, Ешуа, когда человек исцелялся, он что говорил? Иди и впредь не греши. К сожалению, иногда смотрим, да, что верующие, они думают, что у нас есть неограниченная возможность через благодать Божию грешить. Согрешил пока, опять-таки, все согрешают. Но, я так понимаю, есть, иногда мы согрешаем как-то невольно, да? А если вольно, то там уже, знаете, может иногда эта благодать и закончится, если ты играешься с грехом. А, Бог благословит, Бог простит и так далее и тому подобное. Нет, тут надо осторожно себя вести. Еще одно местописание. Еще я понимаю отсылка не просто благодать, да, а отсылка к тому, чтобы мы познавали Бога, чтобы мы читали Его Слово. То есть, еще очень есть момент, да, когда Он говорит, что моя воля совершать, моя пища совершать волю Божию, да. И поэтому прилагать вот к этому усилия, да, не увлекаться. Учения много разных, они будут всегда, их будет больше в последнее время, и поэтому важно все-таки укрепляться благодатью, укрепляться Божьим Словом, молитвой, выходить почаще в поле. А, и последнее. Это эта глава, которая, главы Торы, которую мы читали. Сейчас следующее. Ну, еще одно открою. Вот постановление закона, которое вы должны стараться исполнять в земле, которое Господь, Бог Отцов Твоих дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Если же не будешь слушать согласия Господа, Бога Твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, и постановление Его, которое заповедует тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Это то, что Сергей сегодня говорил. Смотрите, Бог знает и понимает, что не все у нас получится исполнить. Мы будем падать, но мы должны вставать. И вот интересно, что он говорит, вы должны стараться исполнить. Стараться исполнять. То есть у нас должно быть это желание вверх. И кто-то, как апостол Павел, он бегит. У него получается все исполнять, и он пошел. Кто-то идет, но он старается. Кто-то ползет. Но по направлению к Богу. Он должен стараться. То есть у каждого разная скорость. Кто-то может упасть один раз и потом долго подниматься вверх. Кто-то семь раз упадет и побежит снова. И поэтому, но смотрите, Бог говорит, не только слушать, но и стараться исполнить. Потому что слышат и слушают все. Кого не спросят все верующие. Я второй момент, когда я спрашиваю, говорю, читаете Библию? Если человек не читает, я говорю, вы не верующие. Как ты можешь знать о Боге, если ты не читаешь Его Слово? Там то, о чем Бог. Постановление, которое я тебе заповедую. Где они заповеданы? Они же не написаны в трудах старцев. Они написаны в Писаниях, да? Правила движения. Правила движения, да. Если ты будешь стараться. И вот важно нам стараться. И еще одно местописание последнее. То же самое в Брит-Хадашем, в Новом Завете. То вы, прилагая к всему все старания, покажите вере ваше добродетель, добродетельную рассудительность. И там дальше по тексту. Опять-таки, прилагая к всему все старания. Мы должны прилагать. То есть, если это месяц и люль, то мы должны искать каяться. Да, мы должны прилагать усилия. Если мы кого-то не можем простить, мы должны прилагать усилия простить. Если мы кого-то обидели, мы должны прилагать усилия попросить прощения. Если мы перед Богом неправы, мы должны просить у Бога прощения. Есть хорошая молитва. Мы сейчас, наверное, споем псалом. молитва Авина Малкена. Мы потом помолимся. Я ей не все выписал. Вот.